привет всем сейчас будем готовить свинину с картошкой в итоге свининки здесь где-то грамм наверное 600 700 картошки примерно то же самое картошка уже подготовлена помыта нарезана вот высушена будем готовить в казане в масле ставим казан на плиту поджигаем газ газ подожгли так дальше что наливаем масло масло надо раскалить картошка не соленая мясо тоже пока не соленая масло потребуется много вот у меня казанок где-то литров 78 наверное муж больше не мерил так вылил я пол бутылки убираем в сторону ждем пока масло раскалится вот еще фишка нам понадобится еще соль и перец у меня в итоге мельница я черный простой перец многие могут кому как удобно паприку добавить там можно смесь перцев всяких разных кому как там по вкусу удобнее ну для меня лично хочется вкус мяса все же ощутить ладно ждем пока раскалится наш казанок это включусь масло у нас раскалилась в итоге сейчас на улице минус 8 10 где-то зима летней кухне нахожусь дома это делать конечно страшновато вот будут брызги лететь не надо это вроде бы как здесь по идее надо все дело делать на огне на костре конечно там градуса побольше чем на газовой плите ну что загружаем мы с вами картошку она не крупно порезана вот и не мелко вот такая вот но небольшая где тут со спичечный коробок мод не даже меньше и загружаем ее в масло она предварительно помыта повторяюсь я и сухая это избежать чтобы во-первых крахмал смыли во вторых лишней влаги чтобы не было чтобы нам с вами здесь масло фейерверк не устроила начинаем все это дело распределять в масле она у нас кипит сейчас я вам покажу что там происходит вот так то вот так пока в итоге нам надо что добиться чтобы картошка покрылась золотистой такой корочкой вот но не чтобы не приготовилась до конца чтобы она не доготовлена была будем дальше доготавливать потом уже с мясом вместе ждем пока все это дело покроется корочкой включусь когда буду уже вынимать вот прошло какое-то время минут 8-10 не знаю моем случае газовая плита не очень хорошо готовит нами до газ поддерживает вот что получается такая вот золотистая корочка сейчас будем доставать все это дело в отдельную тару все это дело мы переложим перекладываем в отдельную тару готовим в нашем случае вот это мисочку надо конечно ложку дырявую но у меня пластиковая боюсь как она не сплавилась взял такую достаем сливаем масло с картошечки а какая она получается ох какая аппетитная прям картошка free только здоровая но не доготовленная до конца она должна быть чуть-чуть внутри сыровата так ладно это мы все дело достали картошечку стряхнули и загружаем мясо мясо у нас свининка привезено из глубинки небольшие кусочки принципе но может чуть-чуть где-то меньше какой-нибудь либо здесь уже нарезанной картошки загружаем и обратно в этот же состав масляный свининка начинает уже жарится нам надо то же самое сделать со свининкой не доготавливая сделать тоже корочку попытаться по крайней мере ну не попытаться но надо все дело помешаем масло вот маленькая температура очень плохо бурлит надо было конечно чуть-чуть подождать бы сейчас покажу вот если видно бульки кое-какие маленькие идут а надо чтобы кипела она до эффективности вот на одном ангале что ли делать не знаю или такая приблуда есть такая круглая для казанов казанок наверно конечно соответственно нам тоже под эту штуку такие вещи было бы прекрасно на огне делать на древесном да но у меня сейчас получается начинает практически не зажариваться от варится но будем надеяться то что сейчас все же мы добьемся нашего результата который нам нужен ладно сейчас как как и какой процесс начнется включился так сейчас смотрим какая красотища уже получилось но корочки что я ожидал хотел у меня не получилось связано все из-за газовой плиты вот но все равно я принципе кто если смотрел я готовил свинбаб в принципе тот тоже самое мясо и очень она вкусная очень мягкая получается сейчас мы что делаем достаем мясо в отдельную тару тоже больше его смысла нет утопить там получается это окорок задняя часть от поросеночка здесь есть и постные кусочки и сальные вот я как вот как никак вот сальцо то я уважаю вместе с мясом просто мясо как-то оно не интересно есть а вот когда вот такие вот вещи совместимые они очень вкусно получаются так достаем все это дело из казана соответственно пытаемся сухими достать так нам это теперь кипящая масса она пока не нужно нам надо ее перелить куда-то в отдельную емкость сейчас перельем здесь подготовил супешницу убираем отсюда масло лишнее нам все конечно не надо убирать чуть-чуть оставим масло с топленым салом от мяса вещь очень вкусная тоже вот конечно это я пить не буду с этого ведра я что-нибудь придумаю может куру заварю там что-то вкусняшку какую сделаю вот а то что осталось там в принципе она вещь очень вкусная так достаём побольше отсюда снимем масельце вот на донышке осталось я думаю хватит ставим обратно на огонь пусть она раскаляется и что делаем перчим солим только вот в данный момент сейчас именно так начнем с картошки выгружаем сначала картошку но сначала посолю где лопатка можно солить любой солью кому как удобно кто там какой любит соль по вкусу под перчик перемешаем чуть-чуть опять покрутим много не буду у меня не все любят перец перца очень много так закрываем дно картошечкой нашей так эту посудинку мы в сторону делаем процедуру перчения и солим также с мясом опять повторюсь я то что я сюда лишние специи добавлять не добавляю чтобы хоть мясо вкус чтобы он остался а то всякими приправами ну можно его ну многие забивают в итоге вот но иногда хочется конечно чтобы как какая-нибудь там травка присутствовала так сверху выгружаем мы наше мясо так убираем сторону посуду так распределяем по поверхности что дальше делаем ну еще можно чуть-чуть подсолить лишнего не будет я думаю там у меня уже заканчивается в принципе дальше берем бутылированную воду вот соответственно сырая чуть-чуть туда грамм сто ну можно чуть-чуть побольше как получится много не надо все много не будем сюда заливать это дело сейчас показываю что у нас получилось вот так вот ими все разложил берем крышку крышкой накрываем делаем средний огонь в моем случае средний на малом огне вот и оставляем это все ну это дело все где-нибудь часа на полтора сейчас через полтора часа включусь вот прошло полтора часа блюдо уже пора пробовать ох запах хочу сказать отменный вот что у нас здесь получилось там с жижицей даже сейчас будем пробовать так возьмем картошечку и мясо пусть остывает бульончик попробовать надо мясо сок отдала отдало свое получилось сочное сейчас пробовать будем ну начнем с картошечки это что-то вкус непередаваемое надо пробовать так не объяснишь нестандартно нестандартно но очень вкусно сейчас мясо попробуем ммм кусок мяса попал ну взял без без сала мягкий ммм я еле удержал его во рту пролетел сам сейчас попробуем с сальцом ммм ребята вещь шикарная рекомендую кому понравилось ставьте лайки кому нет дизлайки все ладно ребята подписывайтесь на канал всем пока